В последние годы проблема суррогатного алкоголя и нелегальных табачных изделий стала острее в Казахстане. Какие меры принимаются для борьбы с опасной продукцией, говорили на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Подробности в репортаже. Рост производства опасной продукции связан с различными факторами, включая экономические сложности, низкий уровень осведомленности населения о ее вреде. Суррогатный алкоголь и табачные изделия отличаются низким качеством. Их употребление может привести к тяжелым последствиям для здоровья, а это отравления, хронические заболевания и даже смертельные исходы. Суррогатный алкоголь часто содержит токсичные вещества, такие как метанол, который является смертельно опасным при употреблении. Некачественные табачные изделия содержат увеличенное количество вредных веществ, что усугубляет риски для здоровья, включая развитие рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Распространение нелегальной продукции способствует росту преступности, включая производство и распространение поддельных товаров, коррупцию и другие преступные деяния. Одна из ключевых мер борьбы с суррогатными изделиями – ужесточение законодательства, усиление контроля за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции. Требования к лицензированию и маркировке товаров, что позволяет отслеживать их происхождение и качество. Данные преступления на сегодняшний день являются преступлениями небольшой и средней тяжести, где максимальный порог привлечения к уголовной ответственности составляет лишение свободы до пяти лет. Так, в 2023 году Департаментом экономических расследований по Крыминской области расследовало шесть уголовных дел, из которых два по статье 233 Уголовного кодекса и четыре дела по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Из незаконного оборота изъято алкоголя более 50 тысяч бутылок, табака более 600 тысяч пачек и с нюсом более 78 тысяч пачек. А в этом году из незаконного оборота изъято табака на полтора миллиона пачек и электронных вейпов более 400 штук. Информационная работа и просвещение населения играют не менее важную роль в борьбе с контрафактом. Современные технологии, такие как QR-коды и ID-метки, позволяют проверять подлинность товара. В заключение хотелось бы добавить, что борьба с суррогатной алкогольной продукцией и нелегальными табачными изделиями требует комплексного подхода и активного участия всех заинтересованных сторон. Только скоординированные усилия государства, бизнеса и общества могут привести к значительным результатам в этой области. Алина Балацкая, Николай Шевелев, 5 канал.